Семечки Лёва! Для времени любого! Спрашивайте в магазинах города! Шадринское отделение Курганской генерирующей компании со всеми проблемами справилось. Гидравлические испытания и ремонт теплопровода закончен. На сегодняшний день, как отметил директор отделения плановых ремонтных работ, больше не будет. Началась эксплуатация обновленной системы. Тепло подается в дома в полном объеме. Естественно, дома, которые подготовлены к приему теплоносителя и которые подтвердили свою готовность. Ну и кто не имеет задолженности за оплату тепловой энергии. Уместно напомнить, что шадринцы задолжали компании более 56 миллионов рублей. И среди должников есть такие, кто не заплатил за полученные услуги 100 рублей, а есть и те, кто накопил уже более миллиона долгу поставщику тепла. Так что все претензии по некачественному теплу в настоящее время директор местного отделения энергокомпании советует направлять в свою управляющую жилищную компанию. Все, что было необходимо сделать в этот сезон, энергетики сделали. Вообще в летнюю ремонтную компанию у нас проделан довольно-таки большой объем ремонтных работ. Он включает в себя как гидравлические испытания тепловых сетей, гидравлические испытания котлов. Соответственно, также у нас проведены работы по ремонту тепловых сетей, которые, дефектных участков тепловых сетей, которые были выявлены по результатам гидравлических испытаний. То есть это большой объем практически по всему городу. Мы оставили след. Самый крупный капитальный ремонт отопительной системы производился на глазах у жителей домов по улице Февральской. На отрезке от улицы Луначарского до улицы Розы-Люксембург заменена старая труба на новую диаметром 530 мм и длиной около 350 мм. Большой ремонт наблюдали шадринцы по улице Розы-Люксембург на отрезке от улицы Февральской до улицы Свердлова, где уложена труба такой же длины диаметром 273 мм. И это, как уточнил Евгений Филимонов, на много лет. Можно закрывать дорогу асфальтом. Однако гарантию Евгений Михайлович дает с осторожностью. Произорекаться нельзя, конечно, в таких вещах. Почему? Потому что, если исключить влияние таких факторов, как грунтовые воды, подземные воды, и подтопление водами водоканальскими, если канал теплотрассы будет всегда в сухом состоянии, то, я думаю, что это гарантия много лет. Кроме грандиозного ремонта городских теплосетей, проведены замены коротких участков изношенных труб в разных местах Шадринска. Полностью заменены вводы на теплопункт номер 7 и теплопункт номер 2. И все-таки в связи с большим процентом изношенности теплопроводов в городе, необходимо еще много поменять труб. Менять еще, конечно, много трубопроводов. В любом случае, объем сетей очень большой. Соответственно, за один год ничего не поменяешь. Но из года в год те участки, которые требуют ремонта, которые, так скажем, свой век отжили, они подвергаются замене. Гидравлические испытания по окончании отопительного сезона, они, думаю, нам укажут слабые места. Но на этот год мы уже уверены в том, что все будет в порядке. В случае порывов и утечек внутри домовой системы, Евгений Филимонов рекомендует обращаться в свою управляющую компанию. Можно обращаться в единую диспетчерскую службу. Если управляющая компания не способна решить проблему или считать, что это проблема курганской генерирующей компании, то можно обратиться и в нее непосредственно. Мы тут тоже не отказываем, будем выезжать и проверять свои объекты. Потому что запуск, дело такое, здесь требует совместных усилий порой.